здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня я еще раз пересмотрел вчерашний вчерашнее обучение для русскоязычной части по амазону и решил вот как бы вдогонку сделать свой ролик и так с чего начинается поиск продукта мы к этому приходим двумя способами или мы вот подумали вот сейчас весна начнется там сидение на улицах посиделки на улицах и так далее сразу скажу что отталкиваться будем от того же самого предмета о котором был вебинар вот от такого вот набора но с чего мы решаем что вот давайте искать такой набор это будет двумя способами или мы вот сами по себе придумали или увидели там картинку какую-то интересную и по ней решили про прошуршить рынок да скажем так покороче и так перед этим перед всем этим нам нужны четыре вот таких раз два три четыре но пять инструментов это переводчик обязательно гугловский переводчик калькулятор без которого вообще делать нечего unicorn smasher расширение расширение которое я называю лупой вот она и корзинка со стрелкой я ее тоже тоже использую на все эти три расширения ссылка будет под ролик у кого нету можете пройти и скачать ну а переводчик и калькулятор есть у всех и так начнем с того момента что вот мы сами по себе решили продавать вот наружный наружный набор для бестро или типа бестро или вот высокие что-то такое да у нас как-то это сложилось само по себе для того чтобы находить подобный товар мы можем просто я тут копирую этот набор русских слов и в русской клавиатуре в русском наборе вставляю в переводчик переводчик мне сразу переводит вот то что я хочу найти вот я решил торговать вот вот этим и если скопировать и вставить вот вставить в поиск амазона сейчас мы вместе с вами увидим это то нам выдастся примерно тур ну не примерно а тот же самый набор который ищут наши коллеги которые владеют английским языком мы вышли на тот же самый товар никакой разницы нет вот кстати вот эти стульчики ну и другой способ другой способ опять же допустим как мы пришли к этому увидели картинку посмотрели на нее до понравилось решили заняться такой мебелью копируем название копируем название чистим переводчик и вставляем в переводчик тут английский тут русский вот что что проделываем с этим названием ну сразу видно что вот эти вот оплотов песчаных дюн песчаных дюн это цвет цвет этой мебель вот этой обивки эти слова убираем сразу убираем сразу три составляющей то есть три предмета да там стол и два стула в принципе это тоже можно убрать потому что нам не столь важно чтобы именно был стол с двумя стульями может там три стула будут это тоже тоже убираем убираем ну тут вот это слово количество мест тут видно же да вот вот когда набираю наводишь ручку видно количество мест это то же самое что и два стула тоже убираем ну и у нас остается вот тут еще высокий вот это слово высокий оно почему-то не перевелось вон высокий по смыслу понятно что высокий набор ну может нам и не надо чтобы он был высокий вот скажем так да и вот так мы оставляем то основное понятие те основные слова ключевые слова по которым нам надо выходить на подобную мебель и теперь если опять же взять и очистить поиск амазона вставить вот то что здесь было то что мы оставим от это уже мы пляшем от картинки до вот от картинки от названия оставили то что мы хотим вот там и кликаем по поиску тот же самый набор предметов набор предложений который был по тем словам которыми вчера искала ольга то есть слово table тут вообще лишнее потому что здесь нигде в названиях она не употребляется может быть в буллетах где-то там ну в общем это два способа которыми вот мы можем прийти к мнению прийти к заключению чтоб торговать подобной мебелью теперь давайте закроем это и переводчик тоже в принципе он нам больше не нужен следующее что надо сделать ребята и девчата перед тем как засесть за эту работу вот смотрите у меня сразу выдается по просмотром подобные наборы и в самом низу в самом низу амазона когда вы в своем аккаунте вот есть такой рекомендации для вас и то что я просмотрел это я специально перед тем как засесть за ролик посмотрел два предмета и они запоминаются они запомнили наются у всех не только у меня что для этого надо сделать надо или клик надо это все очистить надо очистить чтобы во во-первых и сам сайт у вас грузился загружался нормально и чтобы искали и вместе с этим тоже потом вам будет подставляться самом поиске это полезно самое такое хорошее хороший способ очистить свой вот это ну как как сказать это кэш поиска в амазоне все слышали вот здесь вот ваш амазон вот найдите эта строчка она иногда бывает внизу иногда наверху но вот найдите вот ваше имя и ваш амазон вот кликаем сюда здесь все рекомендации в принципе это с этой странице вы можете настраивать свой аккаунт свой аккаунт покупателя это аккаунт покупателя на амазоне и вот здесь вот все вкладочки ну по ним особо не надо не проходить если вы не знаете вот история вашего поиска вот первое можно кликнуть туда вот история вашего поиска и manage history вот здесь с этой кнопки все удаляется то что вы смотрели до подтверждаете что все удалилась все что вы до этого смотрели и отключаете запоминание если вы хотите что вообще не не запоминалось но поскольку нам надо для подсказок чтобы запоминалось оставляем вот это вот так включенном состоянии и идем на amazon.com обновляем так у меня действительно чистый сайт амазона ни с какой не с истории все тут с нуля то есть истории нету и внизу просто рекомендации книжки всякие они не основаны на моем поиске вот здесь у меня пусто и так ребята и девчата мы решили искать вот это постараюсь максимально приближенно сделать ко вчерашнему обучению чтобы вы поняли на какие моменты надо обращать внимание вот вставили в поиск эти слова без разницы это могут быть и те слова которые мы до этого с русского перевели на английский нам попала попала это не попала просто вы вышла вот та же самая страница вот эта корзинка вот эта корзинка сейчас она выключена кликом по ней и и включаем и выключаем но поскольку ну чуть попозже вы увидите что она делает нам надо чтобы легко все это работало не тормозило пока что корзиночка нам не нужно и смотрим по нашему поиску смотрим по нашему поиску я сейчас буду на одном примере показывать но делается вообще-то сразу праймы пропускаем к праймам не по не подключаемся никаким и вот этот стул естественно вчера мы смотрели в обучении клик правой мышкой открыть в новом окне новой вкладке и смотрим дальше смотрим еще что еще нас заинтересует ну допустим это я сейчас не буду много предметов рассматривать просто вот клик правой мышкой и в новой вкладке можно по ролику мышки кликнуть и она откроется в новой кладке праймов пропускаем они нам не нужны но это тоже самое что мы смотрели но все равно давайте из-за цены да поинтересуемся открыть новые вкладки то есть вот таким вот образом со страницы берем сразу несколько то что нам интересно но это опять то же самое приблизительно нам не надо хотя это не не то же самое давайте ладно я его тоже возьму и она по картинке вроде то же самое но это другой набор объясню сама ну и так в общем взяли несколько таких предметов дальше уже не будем идти и рассматриваем их уже в увеличенном виде но это опять же тот же самый стул стулья со столом а вот это вот сейчас подгружается то что я сказал что это не то же самое если их рядом поставить они даже по ну если внимательно посмотреть по картинке то можно заметить что они разные но чем не бросилась в глаза вот здесь смотрите в описании вот это слово высокий есть вот он хай то есть они на высоких ножках а здесь нету ведь нету этого слова то есть они более низкий так что допустим вот в этом конкретном примере они по цене примерно одинаковые но может вот этот будет стоить 100 долларов например и вы по надеявшись на то что есть за 100 долларов возьмете за сто пятьдесят выставить то есть а потом отошлете клиенту а это окажется не то так что вот когда уже решили что-то выставить на листинг обязательно все читайте все чтобы было слово слово буква в букву по размерам по весу вот здесь в description все чтобы вот в размерах она будет уже разное вот эти два предмета они будут разные даже если вы в словах не заметили размер своего стола вот вот смотрите они разных видите 36 на 25 на 12 а здесь 68 и так далее и так далее то есть все обязательно то что вы листите сравнивайте чтобы было одно один в один тоже под чем вы подключаетесь погнали дальше что мы еще сделали мы тут сразу по открывали то что у нас заинтересовало на том большом листе ну поскольку я сейчас все эти но это опять же то что то же самое не два раза нажалось поскольку не буду много всякой мебели рассматривать вот на примере этого одного набора покажу что же мы делаем дальше это тот низкие убираем но этот розовый тоже убираем вот смотрим теперь сюда смотрим вот на этот лист как видим тут от 153 до 246 цена а была цена такая рядом видим продавцов на данном товаре вот они тут есть товар на складе ну все нормально по этому товару можно работать работает работается это следующим образом вот смотрите копируем копируем вот эту полностью уже название полностью название переходим на главную страницу амазона и уже ищем именно такой набор отрабатываем вот этот один единственный набор мебели комплект мебели ставить кликаем на поиск чтобы нам выдался лист именно с этой мебелью все что есть на амазоне все что есть на амазоне по этому вот заголовку нам здесь выдалось это мы пока что сохраняем сохраняем смысле не откладываем итак когда мы пляшем от этого предмета находим вот здесь одинаковые такие же предметы смотрим тут и по 300 есть выставлено но это нам ориентировка идет на это на 153 то есть она нормальная цена в пределах средней что делается следующее после того как мы вышли на этот товар в калькуляторе пишется цена если вдруг есть шиппинг плюсуется шиппинг если нету бывает такие предметы что и они стоят хоть и 200 300 долларов но все равно на у них есть цена за шиппинг ну чтобы не не мелочиться там по копейкам напишем 154 доллара хорошо 154 доллара с этих сто пятидесяти четырех долларов на руки продавец продавец на руки получит минус 15 процентов это вот такая вот округленная приближенная к идеалу цифра мы умножаем цену на ноль целых восемьдесят пять получаем то что после продажи будет у нас на руках то есть этот момент понятен то есть когда мы ищем товар допустим он нам обойдется 110 долларов значит у нас будет 21 доллар прибыли все ниже этой вот это то что мы получим на руки за эту цену он за эту цену это всегда сюда поглядываем мы можем и забыть 131 долларов и так теперь вот целый лист с такой вот мебелью что нам надо сделать надо нам ну я делаю так по крайней мере активирую вот эту вот корзинку вот кликнул по ней активировал ее и она типа кулака вот про то расширение я рассказывал вот сейчас будет подгружать вот сюда информацию о данном товаре вот видите появились вот эти серые таблички вот эти серые таблички под каждым из выставленных наборов с указанием бессера ранка и ну графиков графиков по каждому продавцу этой мебели их здесь до вот этой вот этого места видите вот уже здесь перечеркнута эти слова значит ниже это невысокие наборы вот слово высокого высокая в этих нет то есть нам надо смотреть вот до сюда до этой строчки где уже описание заголовок не соответствует нашему названию ниже не смотрим чем хорош вот этот вот инструмент он много чего показывает но это уже если вы хотите глубоко все это изучить его показания очень полезно а так вот даже как сказать закрытыми глазами уже видно у кого не продаются товары вот у кого ранка нету у того не продаются сейчас я единорог включу и вы увидите что это так вот смотрите вот у этого человека 300 долларов не продается ну по крайней мере в последнее время не продавались это точно и вот у этих последних двух участников торговцев плюс здесь у них еще и четверо тут сидят и двое тут сидят вот у этих восьми человек они не продаются однозначно это на опять же к тому что многие стремятся сделать свой собственный листинг вот за где мне закупить упс коды чтобы сделать отдельно свой листинг вы сделаете свой листинг и будет у вас вот такая картина давайте для убедительности кликну по единорогу он не для убедительности а он и покажет вообще есть продажи этого товара да не продаются но сколько кликаем по единорогу и он начинает подгружать нам эти но сколько тут штук 15 до было вот этих объявлений вместе с записью это чуть медленно получается но лучше чтобы вы это видели в живую лучше чтобы вы это видели в живую я как раз прикурю ну и чё наш единорог не загружает давай а я же его не вызвал ладно сейчас он уже быстро загрузится курить вредно во всем и всегда сейчас загружается ребята но это мне вообще надо или не надо ну ладно пусть будет ну давай уже ну все вроде кликаем по единорогу и смотрите тут картинка нам выскочила она не нужна вот смотрите до конца видно видны все продажи то есть первый участник продал на двадцать две тысячи 145 комплектов это показатели за прошлый месяц за один месяц там второй ну видно да кто сколько продал вот здесь второй за 6 на 6000 продал точнее эти 40 человек продали на и так по нисходящий теперь если посмотреть вот у кого не было продаж вот это до конца списка до конца списка вот двое внизу вот смотрите нет у них продаж два человека внизу у троих есть и у одного нету вот видно да теперь давайте загрузим можно закрыть двое снизу три и еще один идем вниз списка вот до этой вот черты видим двое снизу без рейтинга у которых нет рейтинга видите это они от себя выставили начали сами по себе почему-то в этих двоих нету у троих есть раз два три и сейчас вот этого не будет вот и у этого нет то есть вот этот вот инструмент вот эта корзинка она сразу показывает мне ну и вам будет показывать у кого нету продаж и кому не надо подключаться вот если вы сейчас подключитесь к этому за 300 долларов то и вас не будет ничего продаваться и к этим двум подключитесь тоже не будет продаваться поскольку там на этой позиции на этих вот ну нету продаж подключаться надо вот к ним вот к этим ребятам у которых продаются продается товар естественно не к прайму если тут вдруг прайм есть ну вроде никто никого праймов ского тут нету но они все в принципе тут и не не должно быть прайма потому что это все дракшип мы забрали изначально друг шиперов но в любом случае надо проверять чтобы не были праймы и уже решить теперь да конечно нам это надо все обучение кстати и на инфине тоже почему-то идут от картинки я не знаю ребята и девчата честно говоря почему ну что дает эта картинка она ну не нужна абсолютно здесь вступает в силу наша лупа которую я так назвал клик копируем кликаем правой мышкой переходим вот на это вот вот на это вот расширение и через нее ну я обычно первым делом просматриваем на ebay есть такое или нету вот кликаем на ebay нам открывается ebay проверяем там и на и плюс к этому россияне и казахстанцы там молдаване у кого paypal работает у кто торгует на ebay сразу сразу просматриваем что с этим товаром на ebay какие продажи какие цены продажи плачевные но весна только началась так что это это нормально это весенняя там мебель ну хотя как сказать америка страна большая но продается не так уж можно в солд листинг посмотреть вот кликаем солд листинг вот 14 марта правда на за 149 тот же самый высокий да то вот до 100 149 14 марта 12 марта продано то же самое пошли продажа то есть это на ebay следующее вместо картинки опять же отсюда в поиск google.com это именно чем нам удобно что у нас не google.ru ищет не google украина я там забыл так а именно google.com ищет и и мы переходим вот видите google.com ищет нам этот товар не по картинке а по ссылке по наименованию и вот он волмарт вот он волмарт вот amazon вот amazon вот amazon вот amazon ну чем amazon есть картинки можно тут еще вывернуться и по картинкам смотреть но это лишнее это лишняя трата времени это на других сайтах и а вот что тут тоже интересное нашел именно по этому товару вот этот грейк лист это доска объявлений американцев ну типа нашего авито но него не нашего российского авито за 100 долларов есть то есть американцы это вообще находка один к одному он может там связаться с ним не знаю там 20 баксов залога дать и пока у него продастся 100 долларов стоит новое состояние нам это недоступно мы поэтому вот и поэтому тоже у американцев большие возможности больше чем у нас но что делать так уж получилось и переходим вот пожалуйста по этой ссылке вон волмарт по этой ссылке можем перейти волмарт посмотреть там ну на амазоне смысла нету но можно на всякий случай так тут цены не видны но то что все есть на амазоне вот у нас да вот все есть смысла нету на амазоне смотреть и вот смотрим на волмарте сейчас подгрузится ну тут три четыре страницы ну по данному товару может там скудная да вот ссылочки но может на оверсток вывести по какому-то другому на таргет вывести на другие сайты они здесь отображаются где есть вот этот вот предмет они вот здесь списком эти ссылки высвечиваются давайте по закрываем от учет долго у меня сразу три этих открыто и этот закрою ну и он доска объявлений совершенно одинаковый совершенно есть контактные данные там я смотрел он по размерам тот же сам по размерам и назначению вот на волмарте два предложения нам выдал поиск и теперь вот опять же смотрим внимательно вот есть за 119 чтобы не ошибиться и есть за 129 то есть из тех ссылок мы перешли вроде на тот же самый товар но этот высокий вот слово высокий это невысокий хотя по картинке ну не определишь по картинкам искать это себе приключения искать надо смотреть именно на название надо смотреть в ссылках по каким ссылкам нам открываются товары этот сразу закрываем за 119 если уже на то пошло да вот решили то уже отсюда на амазоне продолжаем искать низкий вот таким вот образом да вот отсеиваем но сейчас закроем его рассматривать не будем и так сто двадцать девять долларов здесь где-то восемь процентов удержания ну налоги волмат волматовский округлим до 10 это будет у нас 13 долларов добавим к сто двадцати девяти чтобы вот это не трогать да вот эту цифру прибавляем к сто двадцати девяти хотя тут и дальше и делать ничего сто тридцать и девять ну и тут сто тридцать все это это нам не подходит и считать нечего то есть вот это мы с самого начала наш ориентир взяли но нам почему-то очень хочется продавать вот такие вот набор мы помним что вот здесь были продажи у всех кроме там назначенных товарищей да у остальных мы или ищем вот это опять вот это сто тридцать 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 три это не цена это еще и если посмотреть дальше там добавится шиппинг мы подыскиваем среди вот этих вот товарищей ну что-нибудь повыше с ценой и кто продает вот смотрите сто семьдесят четыре доллара сто семьдесят четыре и тут сто семьдесят четыре пять предложений ну высокая да уже это не сто пятьдесят здесь сто семьдесят с чем-то скорее всего у кого-то есть и шиппинг то есть за где-то сто семьдесят пять долларов чтобы говорить округленного даже у этого за двести два доллара есть продажи за двести два доллара продажи есть так помним что там на оверстоке было за сто тридцать до где-то округленно и очищаем вот это вбиваем двести два умноженное на ноль восемьдесят пять сто семьдесят один сто семьдесят один минус ну сто тридцать равняется сорок один доллар навара хотите хотите тогда уже выходите вот на него выходите на него добавляйтесь вот сюда селона amazon и дроп шипите запоминаете вот это за сто тридцать если повезет то вместе с этим товарищем давайте посмотрим сколько у него продаж 202 доллара двести два доллара смешили смешили уже посмотрим сколько он продал за прошлый месяц но это сейчас еще и вместе с записью все это долго грузится не 220 а двести два доллара двести два доллара смотрим здесь у кого цена двести два доллара пусть это еще загружается это еще загружается двадцать четыре штуки продано вот она эти четыре парня за двести два доллара в прошлом месяце продали 24 штуки неплохо 6 по 6 штук каждому 6 наборов прилично можно подключаться можно подключаться к этому продавцу и продавать а то так мы все товаром отметим все все нам не подойдет если вот так вот как вчера наша уважаемая ольга искала то нам и продавать здесь будет нечего просто надо подыскивать кому подключаться кому не подключаться вот например вот к этим ребятам естественно не подключаться и забыть про свои собственные листинги не надо это нам не надо вот и все по всем этим позициям рассказано ну а тот уже метод когда подключаешься и смотришь у продавца что еще к чему бы тебе самому еще подключиться но это будет уже очень долго и утомительно на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс